Все силы, которые не заинтересованы в выполнении послания президента, тем, чтобы мы были сильными, успешными, чтобы мы вышли на мировые темпы экономического развития 3,5%, вошли в пятерку наиболее успешных государств и продвигали демократические процессы развития нашей страны, пошли, на мой взгляд, ва-банк, на все тяжкие. Кудрин только что выступил перед промышленниками и предпринимателем, заявляя, что надо поднять белый флаг и идти сдаваться глобалистам, которые душат страну со всех сторон. Синовники в правительстве подготовили решение, по которому на каждую домовую точку 300 кВт, вместо того, чтобы развивать все, что связано с энергопотреблением, развивать энергетику, предлагают вариант вообще одичания общества, когда домохозяйка будет думать, то ли я учу включать и стиральную машину, то ли лампочку для того, чтобы в комнате было нормальное освещение. В школе экономики высказывают идею, что пора в вузах ввести дистанционное обучение, нет смысла текущих нормальных занятий. И так куда ни посмотришь, одно предложение разрушительнее другого. На мой взгляд, это предлагают люди, которые осознанно валят страну в яму. Но и одновременно тот выборный процесс, который мы наблюдали 9 сентября, загнан в полный тупик. То, что случилось в Приморье, все знают и прекрасно понимают. Там просто у нас украли нахальную победу. О отмашке очень высоких дистанций, вернее высоких позиций. Просто украли голоса, приписали и не хотят рассматривать уголовное дело. Мы направили 40 обращений. Уголовное дело по Уссурийску должно быть. В Советском районе Владивостока тоже, и Артеме. Там 100% доказательства, что это воровство и политический бандитизм. Сейчас пытаются прикрыться очередными выборами. Но даже очередные выборы, которые намечались в Хакасии, решили сорвать. Сейчас прокуратура предъявила к нашему Коновалову Валентину Олеговичу, человеку, который в первом туре набрал 45% голосов, предъявила претензии, что оказывается в его документах переставлены два слова в одном из наименований, что не меняет никакого существа, да и вообще это даже не блохи, а козявки, которых они там накопали, пару козявок. И обратилась в их избирательную комиссию, чтобы снять его с очередного тура выборов. Комиссия тут же проштамповала и отправила это дело в суд, который завтра, если соберется, по той же самой отмашке, будет отстранять от выборов. На мой взгляд, они играют с большим огнем. По крайней мере, пенсионная реформа показала, что 8 из 10 по-прежнему крайне недовольны тем решением, которое протащила Единая Россия и Государственная Дума. Что 9 из 10 недовольны своим социально-экономическим положением. 46-й месяц подряд население продолжает нищать, теряет свои доходы. Деловые круги абсолютно недовольны тем, как с ними обращаются и почему не создают условия для нормальной деятельности. На мой взгляд, партии власти, прежде всего, надо было внимательно проанализировать выборы не только в Приморье и Хабаровске, особенно внимательно во Владимире. В Владимирской области, куда поехала команда 100 человек от администрации, вдруг они увидели, что ни одна категория граждан, ни одна влиятельная группа, ни один авторитетный человек не желает поддерживать их курсы, их кандидата. И как не выкручили молзьи, как не трамбовали, как не угрожали, как не подкупали, ничего из этого не вышло. И тут не выйдет. Поэтому мы не только выражаем свой протест, мы надеемся, что заявление президента, который отправлял туда Разважаева, о том, что вы должны обеспечить все нормально в рамках закона, в том числе и честные выборы, не красивые слова, а прямое поручение гранта Конституции и главного руководителя страны, которые обязаны строго выполнять. Мы к выборам относимся очень серьезно. Мы подготовили программу «День шагов достойной жизни». Она нами реализовывалась в ходе президентских выборов. Грудинин ее представил в виде 20 конкретных мер по защите интересов граждан и поддержке отечественного производства, и прежде всего народных предприятий, которые и в нынешних условиях являются лучшими. И мы продолжаем эту линию, в том числе и в Какасе. В Какасе выезжали представители 10 соседних регионов. Они готовы завтра туда привезти целые делегации для того, чтобы защищать закон и защищать свои права. Я официально отправил президенту правительственную телеграмму с тем, как складывается там ситуация, с требованием остановить этот беспредел, который там творится, и с просьбой непосредственно к генеральному прокурору отозвать это решение местного прокурора, который, видимо, находится под жутким давлением, если он подписывает такого рода бумаги после того, как уже два месяца идет выборная кампания. Одновременно официально дано поручение штабу протестных действий от Приморья до Калининграда провести пикеты и акции протеста против произвола, который развертывается в стране, с требованием соблюдать закон и соблюдать элементарные права граждан. Одновременно ко всем нашим союзникам направлено обращение подготовить общероссийскую акцию, поддержку прав граждан на достойную жизнь, на демократические нормы, строговое соблюдение демократических норм поведения и реальных прав наших соотечественников. Одновременно мы готовим целый ряд крупных мероприятий, посвященный 100-летию ленинского комсомола. К нам приедет 10 тысяч гостей со всех стран и континентов. Мы их проинформируем о том произволе, которое творится в стране. Но вместе с тем хочу напомнить, что к нам на 100-летие Великого Октября приезжало 132 делегации. 132 делегации. Все без исключения поддержали нашу страну во внешней политике, где мы отстаиваем самостоятельность и независимость во внутренней политике по отношению к Крыму и Донбассу. И поддержали нас по политике укрепления связей со всеми народно-патриотическими силами планеты. Я бы на месте нашей власти еще раз, 10 раз задумался о том, к чему может привести тот произвол, который навязывают нам олигархи, прежде всего, олигархи, в той же Хакасии, в том же Приморье, в той же Владимирской области, где кандидата, который там стал руководителем республики, ночью найти никак не могли. История рано или поздно будет всем хорошо известна. Поэтому мы считаем, что сегодня и журналисты, и целые граждане должны возвысить свой голос за то, чтобы в стране соблюдались элементарные правила приличия. То, что пытаются сделать в Хакасии, оно не вписывается ни в какие рамки. Я не помню таких случаев за свою богатую политическую практику. Были бандиты у Ельцина, но таких бандитов не было. Были мерзавцы, которые там разворовывали страну, но таких мерзавцев, которые два слова переставили и считают, что это основание правое для снятия, таких не было. Были те негодяи, которые ворвали массу голоса, но таких негодяев, которые прикрывали, как они сейчас прикрывают в Суриске местного мэра, таких не было. Нам разводить их после лихих девяностых в нынешнее время никакого смысла нет, никакого абсолютно, ни с какой точки зрения. Поэтому мы будем защищать закон, защищать свою достоинство, защищать свои права. Если можно сегодня так поступать в Уссурийске, если можно завтра отменять выборы, нормальные выборы в Хакасии, где Валентин Коновалов провел 20 встреч с избирателями, 20 встреч в эфире, в дебатах, под надуманным предлогом, то завтра можно с любым из вас сделать все, что угодно. Поэтому коллективная защита своих прав и достоинств сегодня выдвигается на первый план. Надеемся, что вы проинформируете о нашей точке зрения.